Площадь возле бывшего кинотеатра «Стерео» на этих выходных превратилась в одну большую оранжерею – арт-пространство под открытым небом. Здесь прошел международный фестиваль цветов. Лучшие флористы и дизайнеры представили свои уникальные цветочные композиции. Желающих сфотографироваться, например, возле этих гигантских желтых роз, собралась целая очередь. Один из авторов, Ирина Бойко, сама помогала гостям фестиваля сделать яркий снимок возле этой уникальной клумбы и раскрыла несколько профессиональных секретов. Пришла идея спонтанно, но продумывалась очень долго, делалась очень быстро. Рассказываем секрет? Конечно, рассказываем секрет. Материал называется «Изолон». Он сейчас достаточно популярный, используется декораторами. Работать очень удобно. Свои цветочные композиции на уже втором фестивале цветов представили порядка 50 флористов и дизайнеров. Кстати, почти все местные. Что очень важно, отмечают организаторы, показать, что в Сочи есть свои первоклассные мастера по озеленению, которые могут превратить курорт в цветочную столицу России. Такова задача фестиваля. Еще одна – доказать, что цветочный объект может быть альтернативой уличной рекламе. Вот, например, вариант автобусной остановки. Это настоящий арт-объект. То есть реклама уже не должна становиться просто движительной торговли. Реклама должна подаваться красиво, и возле нее люди должны захотеть сфотографироваться. Прям захотеть быть возле нее, сделать фото на память. То есть вот это уникальная такая тема фестиваля. А еще на фестивале флористы представили новинки цветочной моды. Вот, например, цветы в зонтиках. Абсолютно новое решение для упаковки растений. Специально привезли больше ста разноцветных зонтиков, предложив гостям города новый вариант упаковки цветов. Вы знаете, что букеты, композиции, коробки были в тренде. В этом году самый тренд – это цветы в зонтах. Цветочный фестиваль проходил в Сочи два дня. Его гости получили массу эмоций и сотни ярких снимков на память. Уже третий фестиваль пройдет в Сочи ровно через год. И снова на этом месте. Кстати, организаторы даже хотят предложить назвать площадь возле стерео, которая сегодня не имеет названия «Цветочный».